Привет, мои хорошие! С вами Силия Насвей, и сегодня мы будем с вами тестировать очень интересную штучку, которую я купила на Алиэкспресс. Это вот такая вот лампа, которую... маленькая, как видите, она очень маленькая, которую можно взять с собой, и если вы вдруг делаете ноготочки себе гель-лаком, то можно взять такую с собой и подкорректировать один ноготочек. Ну, естественно, и лаки с собой взять. Что я хочу сейчас протестировать? Я хочу сделать один ноготок и протестировать вместе с вами, насколько хорошо она подсушивает наш гель-лак. Ну, и потом с этим ноготочком я похожу какое-то время и посмотрим, как вообще будет держаться. Но, в принципе, для того, чтобы понять, насколько хорошая эта лампа, мини-лампа для одного ногтя, нам достаточно будет просто подсушить наш ноготь с гель-лаками, с базой и с топом, просто посмотреть вообще, как он засушит и за какое время. Приступим! У меня сейчас на руках абсолютно нет гель-лака, причем я еще даже намазала их красным лаком, потом долго стирала, и у меня сейчас вообще ногти ужасные, но один ноготок как раз-таки я могу выделить, потому что, когда я соберусь в поездку, я уже планирую сделать все ногти гель-лаком нормальным. И, возможно, возьму эту лампу с собой, если она будет хороша. Итак, первое, что я буду делать, это я зачищу ноготочек. Давайте сделаем большой, просто большой ноготь сделаем. Зачищаю на крупную. Кстати, кто-то просил, Селена, когда будет маникюр, как ты его делаешь. Вот сейчас на примере одного ноготочка я вам и покажу, как я это делаю. Крупным бафиком я зачищаю. Когда все зачистила, я смахиваю лишнее кисточкой. Я выбрала цвет, будем делать 0,98. Теперь я прохожусь праймером. Затем я уже крашу базу. И сейчас начнутся наши первые подсушивания. Включаем нашу лампу. Она включается через USB, через обыкновенный шнур. Итак, крашу базу. База кладется тонким-тонким слоем. Она не растекается, поэтому ей можно сразу 5 ногтей. Когда я сама себе крашу, я сразу 5 ноготочков крашу и полностью их в лампу потом ставлю. Здесь есть кнопочка внутри, называется пресс. То есть мы прям прессуем ее. И оно включается. Статично держится. Ощущение, что что-то греется. Есть, особенно если выше вот так ноготочек поднять. Там у нас 3 лампы всего горит. 3 маленькие лампочки. Также я нажимаю пресс. И оно выключается. Думаю, достаточно. 30 секунд подержала под лампой. Теперь крашу цвет. Цвет, наверное, нужно будет подержать чуть-чуть подольше. О, чувствуется. Теперь я чувствую. Как знаете, иногда под лампой оно чуть-чуть пощипывает ноготь. Значит, работает. Кстати, все мне советовали в прошлый раз не ставить близко к лампе лаки, иначе они засохнут. И вам советую тоже. Насколько быстро оно все засыхает, я не знаю. Давайте второй слой сделаем. Я думаю, можно второй слой быстро. Ой, оно потухло сама. Класс. Значит, у нее есть какой-то датчик. Если нет ногтя в ней, то она тухнет. Это хорошо. Ой, она сколько-то работает и тухнет потом. Ну что, не знаю, стоит ли проверять или нет еще. Вот она два раза потухла сама. Может быть, минутку где-то она. Ну, вроде застыла. Теперь мы возьмем топ. Я не буду прям сильно нажимать, потому что бывает липкий слой. Возьмем топ. И с топом уже сделаю тоже. Сначала один раз проверим, насколько. Ай, шипит. Ай, шипит. Сейчас оно у нас потухнет, и я проверю аккуратненько, высохли с одного раза или нет. Насколько быстро подсыхает. Или придется сделать повторное нажатие кнопочки. У меня топ без липкого слоя. Слушайте, с одного раза. А это крутая лампа, оказывается. Офигеть. Смотрите. Там внутри, как видите, три лампочки. Здесь кнопочка. Включить и выключить. Плюс она выключается еще самостоятельно. Слушайте, ну мне очень понравилась лампа. Она действительно все сделала свое дело. Суперкласс. Ноготь один готов, осталось остальные сделать. Конечно, если ты дома, то проще засунуть всю руку, вот так и быстро сделать, да. Но если ты в поездке, мне кажется, очень круто взять ее с собой. Просто в розеточку где-то воткнул, и класс. В комплекте с ней не шел шнур. Она вот так мне, по-моему, пришла. Но можно и со шнуром найти. Я просто посмотрела, что там обычная USB. У меня этих USB шнуров очень много. И так без шнура она дешевле стоит. Короче, классная работающая штука. Всем рекомендую. Ссылку на нее я оставлю под видео. В общем, была с вами рада протестировать все это. И в принципе, рекомендос. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным для вас. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok